В прямом эфире время новостей. В студии работает Виктория Малая. Здравствуйте. Виктория Малая. Ранее 30-летний мужчина уже был судим за кражи и разбойные нападения. Вы раскаиваетесь? В последствии уже после решения суда эти средства взыщут с виновника происшествия. К ремонту плитки приступят уже в ближайшее время. А вот с ограждением пока придется подождать. Это специальная ковка. Ее необходимо изготавливать по отдельному заказу. Более 8 миллионов рублей ущерба черных лесорубов в Чунском районе. В ходе спецоперации удалось задержать организаторов и активных участников группы. В отдел внутренних дел доставили 12 человек. Среди них был и 63-летний руководитель лесоперерабатывающего предприятия, который предположительно является лидером преступного сообщества. На месте изъяли 29 транспортных средств, включая тяжелую лесозаготовительную технику и дорогостоящие легковые автомобили, а также 7 бензопил, компьютеры и документацию. Следователь возбудили три уголовных дела. Предполагаемому организатору и двум активным участникам группы избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Татьяна Молчанова потеряла сына. Несколько месяцев женщина не могла ни говорить, ни думать. Сейчас дело о смерти Стаса Молчанова рассматривают в суде. Но убитая горем мать считает, что не все справедливо. Трагическая история о смерти, которая разрушила сразу несколько жизней. В репортаже Екатерины Нерушкиной. Эта история закончилась 15 мая 2019 года, когда молодого проектировщика, друга, любимого и единственного сына Татьяны Молчановой не стало. Он умер, не выходя из комы. Как он ушел, здесь остался его календарь, его кружка, с которой он пил, особый любимый зеленый чай, мишка, ручка. Последние запросы, которые он делал в администрацию Устилимска, письма лежат. В небольшом кабинете частных проектировщиков стоит пустой стол Стаса Молчанова. Здесь ничего не изменилось. Только медведя из цветов сюда поставили коллеги на 40 дней. Молодой человек был потомственным проектировщиком. Работал вместе с матерью, был влюбленный, собирался жениться. Стас для меня был, это мой кислород. Я им дышала, это счастье мое. Я не могу без него. И постоянно его жду. Кажется, он сейчас зайдет в дверь и скажет, мама, не верь никому, я здесь. Я живой. Я пришла в правосудие. Я за правосудие. Что такое месть, я понимаю, знаю. Я не взяла ни лопату, ни вилу в руки. Я хочу по закону, чтобы его наказали. По закону, чтобы никакая не другая мать так еще не плакала, как я. После конфликта в одном из клубов города два молодых человека отправились, один в больницу, другой в полицию. Пострадавший Станислав Молчанов впал в кому, а Антона Кутузова суд отправил под домашний арест. Через несколько дней Стас скончался, но меру пресечения для подозреваемого Антона Кутузова не изменили. Следственный комитет уже выходил с ходатайством изменить меру пресечения, но получил отказ. Сама Татьяна Молчанова считает, что обвиняемый нарушает запреты, которые предусматривает домашний арест, и пыталась убедить суд в необходимости заключить молодого человека под стражу. Но суд так и не изменил решение. Мы считаем, что избранная мера пресечения в виде домашнего ареста для данного обвиняемого считается очень мягкой. Поэтому сторона потерпевшая пытается исправить эту ситуацию, поскольку по такому составу преступления, это особо тяжкий состав, все-таки предусмотрено заключение под стражу. По словам защитника подозреваемого Сергея Бартеля, домашний арест для его подзащитного достаточная мера пресечения на время следствия. Дальнейшее наказание в любом случае последует. Каким оно будет, решит суд. Но очень важно учесть один из главных факторов при определении наказания. Это умысел. А его у подзащитного, по словам адвоката, не было. Кутузов положительно характеризуется. Даже он к административной ответственности не привлекался. К уголовной ответственности не привлекался. Не обладает признаками общественно опасной личности. Также в результате этой трагедии был изъят из своей обычной жизни. Преступление носит ситуативный характер. Поэтому, конечно, наказание, безусловно, будет. Сейчас суд по этому делу откладывается, в частности, из-за медицинской экспертизы, которая должна определить вменяемость подозреваемого. Иркутские врачи не смогли дать ответа на этот вопрос. И потому в начале января подсудимый отправится на дополнительное обследование в Москву. И только после этого состоится рассмотрение дела по существу, где суд поставит точку в этой трагедии для всех. Подобных историй, по словам юристов, множество. И это ничем не отличается от других. Именно поэтому о ней хочется говорить. Попробовать представить, что таких сломанных по случайности жизней ни одна и ни две. Почти как у Сталина. Смерть человека – трагедия. Смерть миллионов – статистика. Но мы должны понимать, что эта статистика зависит только от нас с вами. Екатерина Нерушкина, Александр Барановский, Павел Рютин и Артур Ращупкин. Новости сейчас. Ангарского слесаря сантехника оправдали. Его обвиняли в гибели супругов-пенсионеров, в квартире которых ночью прорвало трубу с горячей водой. 72-летний мужчина попытался сам устранить аварию. Когда прибыли спасатели, то они нашли семейную пару в закрытой квартире. Пожилые люди скончались от сильнейших ожогов. Следователи выяснили, что ремонт в квартире погибших проводил местный сантехник. Его подозревали в некачественном оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Но сегодня судья снял с него эти обвинения. Дмитрий Ружников выступил в клубе публичной политики. В формате свободной дискуссии вновь избранный председатель городской думы ответил на самые разные вопросы. Участники Дмитрий Ружников обсудили вопросы формирования структуры новой думы Иркутска. Снятие с должности Андрея Лобыгина и почему так произошло. Новый формат взаимоотношений с местной и региональной властью. Кроме того, говорили и о том, что заседания думы не должны становиться площадкой для удовлетворения личных амбиций и решения конфликтов. Это на самом деле моя боль. Мне очень неприятно видеть своих коллег, которые позволяют себе такие высказывания, как на тонн это разговаривать, особенно с женщиной. Я по мере, если вы видите, стараюсь пресекать такие вещи, но не всегда получается, не всегда даже слышен депутат. Я с этим буду работать, и я, если вы помните, сказал всем, что все подобное будет продолжаться, мы будем на комиссии поэтики это рассматривать. Обязательно я говорю, дедуру этого, и вопрос о посещении, думаю, тоже будем рассматривать. Депутат должен держать статус его избранный, и для того, чтобы лично какие-то моменты... Нам нужен полный стадион. Такие слова после игры с уральским трубником произнес Александр Егорычев. Игрок, недавно ставший капитаном Байкал Энергии, явно намекал на то, что 1200 человек на трибунах для матча-открытия чемпионата страны – это мало. Поэтому хотелось бы, чтобы визит Енисея 8 ноября увидели гораздо больше болельщиков. Что же до прошедшей встречи, то счет 6-0 говорит сам за себя. Белосиние не дали шансов гостям. Первый гол на счету Владислава Кузнецова. У Григория Лапина первый в этом сезоне сухарь. Так в спорте называется момент, когда голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности. Единственное, что могло огорчить болельщиков – это новая по электронным билетам система прохода на стадион. Поэтому на игры лучше приезжать чуть пораньше. С победой, как первый матч в роли капитана. Да, по сути нет никакой разницы, капитан я не капитан, мы команда. Делаем одно дело, поэтому тут не надо ставить акцент на этом. Для тебя это вообще первый официальный матч в сезоне. Я рад, что я почти восстановился после травмы. Ждем болельщиков на следующую игру, будем их также радовать. Нам нужен полный стадион. Первый матч у вас в Иркутске получается здесь. Как настроение, как ребенок? Отлично, настрой отлично. Мы верили в победу. Мы нисколько не сомневались. Классно сыграли. Спасибо мальчишкам и спасибо уральскому трубнику. Новые победы спортсменов клуба «Море» дзюдоисты Мурат Чапанов и Рамазан Абдулаев впервые в истории Иркутской области стали чемпионами Европы в возрасте до 23 лет. А воспитанники Фатеха Махмадбекова также стали мастерами спорта международного класса. Плодотворный. Так можно назвать 2019 год для иркутского дзюдо. Рамазан Абдулаев и Мурат Чапанов в этом сезоне уже стали бронзовыми призерами чемпионата России. После него воспитанники клуба «Море» отправились на первенство Европы до 23 лет. Соревнования с 1 по 3 ноября проходили в Ижевске. Там иркутяне стали чемпионами. Буквально 3 дня назад мы были в Ижевске. Он представлял нашу сборную России на первенство Европы до 23 лет. Но он, могу сказать, что смело выиграл все свои схватки. 5 встреч он все досрочно выиграл. Победа знаковая для региона. Ведь она первая в истории нашего дзюдо в этой возрастной категории. Мурат Чапанов блестяще проявил себя в весе до 66 килограммов. Он одержал победу над дзюдоистами из Белоруссии, Финляндии, Грузии и Азербайджана. Это переходной возраст. Был во взрослые. Там брался. Первое место занял. Борьбу свою оцениваю нормально. Я доволен. Больше, чем я доволен тренером. Это самое главное. Он победил ипонами. Это самая высокая оценка, которую может получить боец в японских боевых искусствах. Получилось это не случайно. Ведь со спортсменами клуба Мори занимается японский специалист Тамуратори. Именно он разработал специальную методику тренировок для каждого дзюдоиста индивидуально. Сейчас спортсмены тренируются по 2-3 раза в день. Им не разрешают пользоваться гаджетами и сотовыми телефонами во время сборов. Они питаются и спят в строго отведенное время. В прошлом году Рамазан и Мурат начали тренироваться по моей специально разработанной методике. И сейчас смело можно сказать, что они настоящие чемпионы, готовые к любым трудностям. Сейчас мы готовимся к новым поединкам и параллельно работаем с новичками. Многие из них потрясают своей самоотдачей. И я уверен, добьются не меньших успехов, чем Мурат и Рамазан. Именно в Японии пройдут следующие соревнования. Там завершится олимпийский цикл. По его результатам у иркутян появится шанс выступить на олимпийских играх в Токио. Захар Семенов, Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас. Вторая победа подряд. И пусть не такая легкая, как первая, но баскетболисты Иркута оказались сильнее команды «Локомотив» Кубаньцоп. И по счету, и по игре, и по статистике. Александр Гаврилов с подробностями. Молодой соперник был раздосадован от поражения. Было заметно, что игроки «Локомотив» Кубаньцоп провели работу над ошибками. Особенно ярко это было заметно в самом начале игры. Оранжево-черные только открыли счет, и гости из Краснодара вырвались вперед, оторвавшись от иркутян на пять очков в первой пятиминутке матча, заставив изрядно понервничать местных болельщиков. Периодически Иркут сокращал разрыв, но железнодорожники быстро возвращались за дел в несколько очков. Под конец первой четверти наша команда смогла прийти в себя и вплотную подобраться к сопернику. Вторая часть вышла уверенней, но сама игра проходила буквально на качелях. Иркутяне захватили преимущество лишь в третьем отрезке встречи. К середине матча они смогли обеспечить хороший задел в 10 очков, что впоследствии и обеспечило победу нашей команде. «Ожидаем было, что сегодня будет сложно. Команда молодая, еще сейчас дай одну игру, они снова ее отбегают. Это молодые ребята. Нам же с восстановлением тяжело. Но мы должны привыкнуть к такому режиму». «Сегодня вторая игра немножко была потяжелее. Вторая игра всегда дается немножко не так уверенно. Но в целом, хочу сказать, что мы все контролировали. У нас были определенные установки, которые мы придерживались. И результат налицо». Матч завершился со счетом 74-63. Следующие игры подопечные Евгения Горева проведут на выезде. 9 и 10 ноября иркутяне сыграют в Тамбове с одноименной командой, которая сейчас и возглавляет группу А. В Иркутск оранжево-черный вернутся только через месяц. 4 и 5 декабря они сыграют с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга. Сейчас команда из северной столицы занимает третье место. Иркутяне пятые. Александр Гаврилов, Кирилл Шилин. Новости сейчас. И к этому часу у меня вся информация. Следующий выпуск смотрите в 18.30. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова